Всем привет! Меня зовут Ирина и вы на канале Ирина Кукин. Сегодня у меня для вас молочный шоколадный хлеб. Рецепт очень интересный из книги Людовика Ришара «Страсть к традициям». Здесь у меня 500 граммов муки из них 350 граммов хлебная мука первый сорт и 150 граммов обычная мука высшего сорта если нет хлебной берите ту на которой обычно печете дрожжевую выпечку мукой добавляю 10 граммов соли это чайная ложка с горочкой теперь я беру дежу миксером или какую-либо миску если ручной замес добавляю нее 190 граммов молока комнатной температуры и добавляю в молоко 20 граммов прессованных дрожжей размешать до полного растворения дрожжей если вы в дрожжах уверены можно добавлять остальные ингредиенты если нет подождите появление пенной шапочки а я добавляю муку 100 граммов яиц до 2 яйца первой категории 60 граммов сахара 2 столовые ложки и замешиваю тесто на минимальной скорости смешиваю ингредиенты и потом перехожу на первую никаких особенных тонкостей в замесе нет замешиваю до однородного состояния тесто достаточно тугое можете вводить масло 125 граммов я буду вводить два приема масло я достала из холодильника когда начала замес она уже стала пластичным но не растаявшим если тесто наматывается в процессе замеса его снимаете и вторая партия масла и в итоге получается вот такое очень приятное красивое тесто отделяю 325-330 граммов основную оставшуюся часть теста выкладываю в миску смазанную растительным маслом накрываю крышкой и отправляю в комфортное место на час-полтора 325 граммов укладываю обратно в дежу добавляю 25 граммов какао-порошка 15 граммов молока и 12 граммов сливочного масла в данный момент можно все сразу все вместе смешиваю и замешиваю в общем-то такое количество теста конечно же лучше месить руками чтобы было проще можете попробовать смешать какао с молоком и вымешивайте пока оно вас не станет вот таким красивым блестящим однородным смажьте вторую миску растительным маслом положите туда шоколадное тесто и отправьте его в компанию к светлому через час-полтора тесто нужно обмять и одно и второе смазываю поверхность маслом и оба теста отправляю в холодильник на час тесто простояло у меня вместо часа три так получилось но ничего страшного в принципе вы можете даже оставлять его на ночь тот шоколадный и теперь его нужно разделить я буду делить на шесть частей примерно по сто десять граммов теперь из теста нужно сформировать шары если тесто очень холодно и вам с ним трудно дайте ему немного согреться присыплю шарой мукой накрою и опять поставлю в холодильник то же самое я проделаю с шоколадным тестом только шоколадные шары будут примерно по шестьдесят граммов все то же самое только постарайтесь обойтись без муки чтобы было красиво и эти шоколадные шары вы убираете в холодильник к светлым формовка будет такая достаете два шара светлый и шоколадный их нужно раскатать переворачиваю и раскатываю желательно без муки шоколадная заготовка примерно шестнадцать на тринадцать готова светлая переворачиваю светлая заготовка примерно десять на восемь и достаточно сворачиваю раз сворачиваю два сворачиваю три переверните посмотрите проверьте шов еще раз его закройте беру шоколадное тесто она уже немного стянулась и заворачиваю а вообще сформованные изделия вы можете класть в холодильник пока не будут готовы все тогда они у вас будут одинаково расстаиваться лучше если будет небольшой нахлёст проверьте итоговая длина примерно шестнадцать пятнадцать с половиной и так все остальные повторяю для закрепления пройденного материала переворачиваю и аккуратно раскатываю готово светлая переворачиваю и здесь совсем чуть-чуть так складываю раз складываю два складываю три защипываю и подкатываю в середине не жмите на края делайте немного тоньше проверьте шов теперь шоколадная она уже стянулась выкладываю на нее светлую заготовку швом вверх и упаковываю лучше если будет небольшой нахлёст скреплять и светлое и шоколадное тесто нужно очень хорошо и проверять швы иначе при расстойке они разойдутся шов закрыла и подкатываю расстаивают этот хлеб в формах для багетов или можно взять полотенцем присыпать мукой сделать вот такие складки и расстаивать так ну а кто не хочет ни с чем этим возиться расставите просто на противне на пергаменте дайте хлебу расстояться до увеличения в объеме в два раза при 25-26 градусах когда хлеб расстоялся включите духовку на 180 градусов и смажьте поверхность яйцом перед тем как смазывать кстати можете посмотреть если швы разошлись то очень аккуратно переверните и скрепите после этого мокрыми кухонными ножницами нужно сделать глубокие разрезы наискосок и если у вас есть жемчужный сахар можете при желании сверху посыпать будет красиво но я не нашла в магазине куда-то исчез перед каждым батончиком ножницы смачивайте все ставьте в духовку 16-18 минут примерно хлеб готов у меня прошло 18 минут дайте ему остыть и наслаждайтесь вот такой шоколадно-молочный хлеб у меня получился и обязательно получится у вас непременно приготовьте а я желаю вам приятного аппетита так и хороший очень приятный нежный мякиш с интересной шоколадной ноткой очень вкусно но совершенно непритерный и и с добавлением хлебной муки лично мне кажется гораздо интереснее если взять полностью обычную но будут хорошие вкусные булочки а так это все таки хлеб